Меня зовут Черкасов Алексей и мы находимся на территории клуба Ланкрафт, директором которого я являюсь. 10 марта здесь было совершено преступление. Группа лиц из трех человек, угрожая администратору на рабочем месте, в 6 часов утра отобрала у него рабочий и мобильный личный телефоны, не допустила его до рабочего места, попросила не мешать и вынесла из помещения 23 системных блока. Общей стоимостью более полутора миллионов рублей. Как только у администратора Игоря появилась возможность сообщить мне, он это сделал, я следом позвонил в полицию, сообщил о случившемся преступлении. Через две недели со мной связался участковый, который представился Сергеем Васильевичем Демидовым и сообщил, что расследует данное преступление. Мне он сообщил, что квалифицирует это дело как гражданское правовое, несмотря на то, что потерпевшей стороной было юридическое лицо и все компьютеры принадлежали именно юридическому лицу. За месяц не был ни опрошен ни один свидетель, не было сообщено о местонахождении компьютеров и также не было возбуждено уголовное дело. В течение этого месяца, 2 апреля, в 4 часа ночи в клуб пришел неизвестно, оставил записку с угрозой, а также сообщил администраторам, что им пора увольняться, потому что идет война. 6 апреля я получил звонок от оперуполномоченного отделения полиции номер 2 Еремчука Владислава Александровича, который сообщил, в свою очередь, о получении заявления о пропаже 23 системных блоков от одного из трех людей, которые их покитили ранее. Также он мне сказал, что он подозревает в провокационном характере данного заявления, а позже я узнал, что и это дело расследует почему-то участковый, несмотря на явный уголовный характер его. На текущий момент дело квалифицируется по статье самоуправства, несмотря на то, что есть все признаки более тяжелого преступления. Место положения компьютеров по-прежнему не установлено, в связи с чем я требую привлечь к ответственности группу лиц, совершивших преступления, содействующих им и бездействующих в их пользу. Все вышесказанное готов подтвердить документально и предоставить видеозаписи.